Мы находимся с вами в шоу-руме MegaWeb. Это своеобразный выставочный комплекс, в котором представлены новейшие разработки Toyota и современные разработки, связанные с электромобилями. Сейчас я постараюсь вам все это показать. В разрезе модель PUREUS PHV. Эта модель выпускается с 2017 года. PHV аббревиатура обозначает то, что машинка подзаряжается от внешних источников энергии, в отличие от старых PUREUS. Она выпускается в Японии и на Тайване под названием PUREUS PHV, а в Южной и Северной Америке под названием PUREUS PRIME. Очень удобно рассматривать все детали и механизмы этого автомобиля. Все элементы, они открыты, можно изучить все близко, смотреть интересную модель. Концепт футуристический автомобиль будущего, представление Toyota, я думаю, что это дело в ближайших лет десяти минимум, а то и пятнадцати. Такой футуристический дизайн. Интересный. Очень жаль, что такие концептуальные модели в итоге в своей реализации оказываются более утилитарными, выглядит не так футуристично, как изначально задумывались. Это очень перспективная разработка Toyota, на мой взгляд, водородный гибридный двигатель. У Toyota уже были попытки сделать подобные гибридные системы на водороде, но в серию они не пошли. Этот продукт конкретно автомобиль под названием MIRAI должен войти в серию. В ближайшее время буквально принцип работы водородного двигателя достаточно прост, гибридного. В топливный бак закачивается водород, причем закачивается в течение всего лишь трех минут, полный бак закачивается водорода. Водород при движении смешивается с поступающим внешним кислородом, все это вместе поступает на топливные элементы, в результате химической реакции вырабатывается электроэнергия, от которой, собственно говоря, и работает двигатель. А в итоге, на выходе просто вода. Никаких загрозованностей, никакой нарушения внешней среды. Немножко портативный средств передвижения инвалидной коляски, футуристического дизайна, которых не так не хватает качественных для российского рынка, например. С левой стороны Segway, там будет видны сейчас Toyota-овские Segway, поменьше, побольше, маленько, которые вряд ли тоже у нас появятся в силу своей стоимости. Вот видите, немножко выше там желтый автомобильчик, Aero, вот это такая интересная задумка токийская. В Токио будет построено много станций, на которых можно будет арендовать от 15 минут до 2,5 часов такой автомобиль. Взять его в одной части города, приехать в другую, оставить там на стоянке. Это стоит буквально по местным меркам копейки. Интересная задумка для того, чтобы снизить трафик городской. Мне автомобильчик интересный. Это уже серийно выпускаемая версия LS500H от Lexus. Честно говоря, вот Lexus LS600HL, который у меня был, мне не сильно зашел, я не очень люблю седанную, но моделька сам по себе очень надежная. Снова концепт, автомобиль Toyota LQ, это автомобиль с искусственным интеллектом четвертого уровня, такой ответ в своеобразной Тесле. Он был представлен, правда, давно, уже в 17-м году еще на выставке. Можно управлять с помощью голосовых команд. Серия не пошел. Малыш, такой представитель серии электрических автомобильчиков, тоже городских, Toyota без дверей, сугубо для городского передвижения, тоже такая интересная моделька, она уже серийная. Ну и, конечно, новая Supra, куда же без нее? Она уже есть в России, представленную завезли, уже продают их помаленечку. В 17 лет ждали фанаты выпуска, я тоже с интересом ждал, вот вышла моделька. Трехлитровый шестицилиндровый двигатель, рядный. Это двигатель BMW, причем он ставится так же на новой Z4. 340 лошадиных сил, 500 ньютон метров. Ну, как бы машинка спорная, на мой взгляд, но, по крайней мере, это не тот агрызы, как в GT86, а уже полноценный, практически спортивный автомобиль. Восьместупенчатая коробка передач стоит здесь. По характеристикам разгон до сотен за 4,3 секунды, а максималка 250, по-моему, если не ошибаюсь. Ну и концепт для кольцевой губки, гонок, он еще не пошел в серию, планируется в 2020 году. Улучшена, доработанная версия. Супры, уже установлены антикрылом, каркасом и так далее, и тому подобное. Машинки очень красивые, конечно. И вот, на мой личный взгляд, моделька их удалась. Посмотрим еще, как она будет, насколько популярна в России, конечно, но, учитывая то, что сколько лет ее ждали люди, сколько фанатов у нее было, и до сих пор осталось, думаю, что эта модель, она обречена на успех. Здесь же представлены машины для такси, сугубо утилитарные автомобили. Мы ездили на таких более старых моделях. И совсем уже футуристические концепты, в частности, концепции кафе на колесах.